друзья здравствуйте вы конечно удивитесь увидев этот листочек бумаги потому что вы нифига пока еще не понимаете а я вам рассказываю самый смешной анекдот который длится уже с 1985 года встреч когда началась моей любимой стране ссср перестройка и вот этот листок показывает уровень моей жизни но это не за прошлые годы друзья это вот за семнадцатый год до красным написано за семнадцатый год вот это а вот это будущий мой 18 и представляете в чем смысл анекдота вот давайте я вам объясню вот эти это 11 300 это моя пенсия сейчас 8742 рубля средние по россии это все данные у меня из этого вот которые на котором висит объявление булка хлеба это данные из магазина я покупаю хлеб представляете вот сейчас я вам покажу какая булочка хлеба вот друзья я вам рекламирую лучший в мире хлеб садик по его размер она и стандартная булочка бездрожжевой очень полезный хлеб кушать и я съедаю в день вот эту булочку смотрите она стоила 29 рублей так проезд в автобусе был до нового года 21 рубль эти вот 21 рубль коммунальные услуги было 5 500 стрелять и вот за эту коморку в которой я снимаю жилье вот этот вопрос это перейдет сюда должен зеленое извините вот значит индексация пенсии 3,7 процента индексация инфляция 3,2 процента процента но эта цифра никогда не точная она в десятки раз больше понимаете это я придумал это экономисты некоторые по секрету рассказывают в интернете и так значит вы это запомнили это я самое основное взял я не брал я не знаю пока сколько на яйца увеличится на мясо и так далее понимаете я пока не знаю я знаю вот внизу видите я нашел в интернете много раз слышал об этом бензин говорят первой половине года увеличится на 50 копеек акциз акциз они увеличены 50 а бензин увеличивается на 3 рубля представляете отлично это в стране которая может обеспечить бесплатно весь мир нефти но я не буду нюансы рассказывать о падении а влияние падения повышения цен на нефть на нашу нашу жизнь это вы все знаете и так дальше читаю вот я посчитал сколько будет моя пенсия новая была значит 11 300 станет 11 720 представляете офигенная сумма друзья повысится вот видите на 420 рублей у какой богатый средняя пенсия почему-то повысится станет 14 045 представляете тут была у меня пенсия больше чем средние до в семнадцатом а сейчас средняя пенсия будет больше чем моя пенсия хороший нюанс булка хлеба я уже покупаю за 30 рублей значит в месяц 30 рублей бац мне но на рубль автобус с нового года стоит 23 рубля представляете 23 рубля вот в день у меня уходит 6 поездок эти минимум минимум 6 поездок по 23 рубля вы знаете и коммун коммун коммунальные услуги у меня стоит я узнал там они повысятся на 5 процента вот я посчитал у меня получилось сейчас за коммунальные услуги которых ни хрена никогда не бывает нормальных я имею ввиду будет 5730 рублей и того друзья я в школе с арифметикой дружил честное слово я вот посчитал знаете 420 рублей повышение пенсии да и вот эти цифры думал вот так можно и 615 это повышение пенсии моей и на 615 повысились цены поняли вот это пока неизвестно но это 615 повышение будет в первой половине так во второй половине сказали еще раз повысит на 50 рублей акциз на бензин на 50 копеек и опять же на 3-5 рублей повысится бензин мне жалко наши коммерсантов они кушать хотят при том побольше чем я его значит и за 615 значит умножить на 2 вот вы считаете получается 1233 а пенсия повысилась а 420 рублей это на целый год представляете еще неизвестно будет ли индексация во второй половине но если будет то только точно такая же понимаете его значит разницу между 420 и 615 вы конечно видите но это же я вот этот вопрос еще не знаю сколько повысилась понимаете и никто этого не знает поэтому я подсчитал самые основные цены на что повысится сайте вот друзья я вас короче проинформировал я по своей глупости представляете где-то лет 5 а может даже больше назад стал писать электронным а четыре года вот как начал заниматься интернетом стоишь я чуть дуру не спорол друзья чуть анекдот не испортил вот когда я начал чит в этом 400 4 года назад друзья счастья я список вас ознакомил теперь я перейду на свой фейс вот теперь вы видите мой фейс который произвел расчеты и вам все рассказывал встречи и вот делаем выводы я же говорю я мы сами знаете мои странности и задним умом я крепок гласит народная мудрость я писал им представляете по интернету электронные письма жалостливые писал я просил владимиру и а медведев был медведев медведев я ему просил представить и говорю митрия анатольевич не повышайте пожалуйста пенсии мы нищаем потому что за за два месяца до индексации начинается трезван в прессе ну везде по телевидению газетах повышение центов о индексация представляете по повышению цен я чуть не соврал они не говорят индексация все повышается уровень жизни пенсионеров наших среди однажды даже владимир владимирович уже когда президентом был я не помню в тот срок или в этот неважно он сказал 2025 году пенсионер в россии будет получать среднем 25 тысяч но он уже вы знаете он хороший человек у нас любит он очень нас любит но она скромно умолчал что булка хлеба будет уже стоит тысячи рублей представляете я его понимаю можете его обманывают понимаете царя бояре всегда обманывали во все века представляете во все всегда так было так устроено наше государство понимаете отца добрый он всегда кому-нибудь помогает примете он часто помогает вы знаете но я бы не критикую поймете я вот сейчас все некоторые подумают что я хочу свой анекдот про пенсию про индексацию то есть перевернуть на агитацию к выборам нет каждый должен подумать за кого ему голосовать я вот подумал я давно подумал и перестал верить в сказку что если я не пошел на голосование то мой голос останется тому кто сейчас допущай они все одинаковые и тот что придет такой же будет вы понимаете я того за 60 лет и один год своей жизни уже врубился друзья что правительство в россии будущее не улучшается ни в коем случае они всегда хуже чем прошлое запомните раз нам всегда эту истину ну конечно вам то молодым и само собой стали на обкакали а кто обкакал вы даже не задумываетесь этот никитос хрущ его называю это же был клоуном у сталина понимаете он был на него здорово обижен среди сталина то убили это уже нормально или знают все и вот он был здорово обижен на него понимаете потому что он сталин то его этого клопа постоянно остановил на украине он со своим другом кассиором такую голодовку и расстрелы устроил ой блин стали уже схватился за свои усы и он чуть не ворвал их он а вот телеграмма прекрати никита это буквально это не я придумал это было это в истории было вот представляете ладно я чё-то углубился в историю друзья короче анекдот про индексацию не касается выборов наших каждый должен пойти отдать решить отдать ему и свой голос или нет но я бы лично вот если честно семья пошел голосовать я бы проголосовал за собчак но это которая называет народе лошадью я лично называю кабучи блин не знаю сказать вам расшифровать или нет уж модератор меня поймёт короче кобыла и бучи боженька мне язык отхерачит ну ладно черт с ним с языком короче я бы за неё голосовал я вам объясню почему во первых страна сразу моментально превратится в дом три понимаете и мы не будем работать нам не надо работать понимаете мы будем только весь день ругаться и факаться 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 и ругаться в среде вот жизнь достанет это я мечтаю такой жизни хотя уже прожил 60 лет и один год среди но оставшиеся 38 лет я согласен прожить факаться и ругаться стоять и вот это будет жизнь а насчет уровня жизни я не знаю как он у нее получится да нафиг нам уровень жизни если мы будем факаться и ругаться это же лучший вариант жизни представляете друзья короче голосуйте за собчак я ни за кого не рекомендую а за него рекомендую голосуйте мы все станем вы поняли кем мы станем я не могу модератор меня завода ранен замодратить замодратить ладно спасибо за внимание я сказал